всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников хуан луна и но висио один из крупнейших филиппинских художников участник филиппинской революционные анти колониальной войны брат генерала антонио луна родился в дворянской семье в 1887 году хуан луна становится бакалавром искусств после этого он поступает в маниль в морскую школу изучает навигацию и участвует в плаваниях различные страны после возвращения на филиппины луна посвящает манильской академии живописи я цитирую википедию в 1877 году хуан луна вместе своим старшим братом велончелистом мануэлем уезжает для продолжения образования испании в мадриде луна поступает королевскую академию изящных искусств сан-фернандо где его работы вскоре завоевывает несколько премий неудовлетворенной системой обучения в академии он берет частные уроки у художника олеха вера последний увидев в своем ученике многообещающее дарование идет его с собой учебные поездки в рим и париж в риме луна изучает работы старых мастеров эпохи возрождения став известным художником хуан луна получает на протяжении четырех лет ежегодную стипендию от филиппинского правительства в размере 600 песо в риме луна работает над главным своим произведением сполариум за него он получает в 1884 году первую премию в мадриде золотую медаль национальной выставки изящных искусств за картину битва при лепанто он завоевывает свою вторую золотую медаль на барселонской выставке 1888 года 1885 приезжает в париж открывая здесь свою мастерскую это художественное ателье вскоре становится местом встреч проживавших за пределами своей стороны филиппинцев в апреле 1894 хуан луна возвращается на филиппины здесь он пишет некоторые свои работы на филиппинскую тематику в начале 1896 года луна уезжает на этот раз в японию после возвращения он был арестован и провел длительное время в манильской тюрьме по обвинению в организации анти испанского восстания одним из руководителей которых был брат хуан антонио в 1897 был помилован в связи с днем рождения короля альфонса 13 вышел на свободу через месяц художник отплыл из филиппин в испании в 1898 хуан луна назначается революционным филиппинским правительством членом делегации на переговорах в париже по поводу признания независимого филиппинского государства декабре 1898 приезжает вашингтон с тем чтобы побудить правительство сша признанию суверенитета филиппин находясь в америке узнает о гибели своего брата антонио после чего бросает все дела отправляется на родину по пути в гонконге луна кончался от инфаркта 1920 его тело было перевезено из гонконга на филиппины и там захоронено имя хуана луны носит одна из центральных улиц манины вот так вкратце из википедии о крупнейшем филиппинском художнике хуан луна и нависио пока пока до свидания и